Здравствуйте, друзья! Представьте молодую талантливую девушку, которая приезжает в Москву для того, чтобы стать звездой. Несмотря на все преграды, она ей становится и на бике популярности ее постигает тяжелая болезнь, из-за которой она просто сходит с ума. Сегодня речь пойдет о Екатерине Савиновой. Катя родилась в Сибири, в селе Ельцовки, в декабре 1926 года. Семья Савиновых в деревне считалась очень дружной, работящей, интеллигентной и верующей. Времена были трудные, и они старались помогать своим односельчанам. У Кати было много друзей, не только потому, что она обладала мирным характером, но еще была очень добрая мама, которая старалась угостить деревенских ребятишек. И они очень радовались этому обстоятельству. А еще Катя и ее мама любили петь. Вообще, такой мощный голос 3,5 октавы девушка унаследовала именно от мамы. Часто после тяжелой паходы сядут на крылечко отдохнуть и начнут петь романсы. Катина мама Мария Семеновна знала их наизусть, так как когда она была маленькой, то служила в няньках у состоятельных людей, а у них был патефон. Катя, благодаря своему певческому таланту, к сцене привыкла с малолетства. Так как выступала в деревенских клубах, ее отправляли на конкурсы. Но настоящей страстью для Кати явилось кино, и в дальнейшем она видела себя только артисткой кино. Окончание школы пришлось на начало войны. Девушка получила аттестат с одними пятерками. Сразу после выпуска и школы у Кати умер отец. Для Марии Семеновны новость о том, что дочь собирается уехать в столицу, оказалась очень тяжелой. Но все же Катина решение она приняла и благословила. Родня собирала деньги на первое время, чтобы обосноваться в Москве. А вот на билет средств не оказалось, и девушка приняла решение ехать на крыше поезда. Но я сомневаюсь в достоверности этих данных, так как до Москвы ехать очень долго, да и Катя боялась поездов. Но все же Савинова опоздала на вступительные экзамены и год проучилась в техническом институте. А также посещала театральную студию. В 45-м году Катя наконец-то поступила во ВГИК. Экзамены были сданы на ура. А все потому, что Савинова имела уникальную способность полностью переуплощаться в героя, которого она играла. На вступительных экзаменах Катя взяла роль Анны Кареньной. Председатели комиссии, а в дальнейшем преподаватели Бибиков и Пыжова были восхищены талантом Савиновой. Потом Борис Бибиков скажет, что Екатерина была его лучшей ученицей. К сожалению, такое радостное событие в жизни Кати омрачила внезапная кончина ее мамы. Можно только догадываться, как Савинова пережила этот сложный период. Чужой незнакомый город, где всего приходится добиваться через упорство. А еще уход близкого человека и невозможность быть рядом в этот момент. Но в скором будущем ей улыбнулась удача. Кате предложили роль в фильме «Кубанские казаки». Режиссером фильма был Иван Пырьев. В то время он имел значительный вес в кинематографе. На съемки выделили большие деньги. Фильм должен был стать событием в советском кино. Так и случилось. После выхода картины Екатерина стала настоящей звездой. Но Пырьев ждал расплаты за известность. Он предложил ей мимолетные интимные отношения. Савинова дала резкий отказ, влюпив подщечину. И эту ситуацию Пырьев запомнит надолго. Затаит обиду на всю жизнь. После «Кубанских казаков» у Савиновой долго не будет главных ролей. Каждый раз она с упорством ходит на пробы. Ее утверждают, а через несколько дней звонят с извинениями, что на ее место взяли другую актрису. Психологически Екатерину это изматывало. Близкие, друзья и муж. А к этому времени девушка уже вышла замуж. За режиссера Евгения Ташкова. Они советовали вспомнить о таланте пения и работать уже в этом направлении. Раз кинематограф закрыт для Савиновой. Ее даже приглашали петь в Большой театр. Но девушка не мыслила себя ни в чем другом, как в кино. И с фанатичным упорством пыталась пробоваться вновь и вновь. На очередных съемках эпизодической роли в Одессе Екатерина влюбилась, хотя была замужем. Чувства были настолько сильные, что она не могла ни спать, ни есть. Она делилась со своими подругами переживаниями и придавала почти мистический смысл. Подруги говорили, что в этом нет ничего страшного, что Катя по молодости вышла замуж за Ташкова. И не мудрено, что дальше ее постигло настоящее глубокое чувство. Но Катя не могла предать любовь. Она была чистым и очень порядочным человеком. Ничего так и не случилось. Она приехала домой к любимому мужу, зарубив на корню внезапно возникшую любовь. Вскоре Екатерина узнала, что беременна. Все свои мысли и рвения она переключила на ребенка. Сын Андрей в дальнейшем станет актером. После декрета Савинова не теряет надежды и пытается пробоваться в кино. Но, как и прежде, она играет второстепенные роли. Евгений Ташков, видя мучения жены, решается снять фильм и написать сценарий, где главную роль будет исполнять сама Екатерина. Сценарий они создавали вместе. В нем много биографии самой актрисы, вплоть до мелочей. Когда Фросе пишет письмо маме, она перечисляет фамилии соседей. Кстати, Бурлакова – это фамилия ее лучшей деревенской подруги. Нашлось место в картине и необычайному певческому таланту. Поцелуй ты меня, кумакушечка! Ташков полностью раскрыл Савинову. В этой роли она смотрела суперорганично. Ее поддерживал любимый учитель Борис Бибиков, так как играл роль преподавателя Фроси. На протяжении первого года съемок Екатерина чувствовала недомогание и лихорадку. Температура держалась постоянно. Но актриса умалчивала об этом. Оказалось, что у Екатерины случился бруцеллез. Это инфекционное заболевание, которым она заразила, скорее всего, на съемках предыдущего фильма. Выпив парное молоко. К сожалению, когда бруцеллез поражает центральную нервную систему, он может вызвать психозы, помрачение сознания. Но, скорее всего, актриса уже страдала тяжелым психическим заболеванием, а инфекция лишь усугубила течение. Съемки пришлось отложить на год. Екатерину поместили в лечебницу, а после она вышла, казалось бы, здоровым человеком. И в этот период фильм был отснят. Но потом случилось обострение вновь, и дальше наступает лишь череда рецидивов и ремиссий заболевания. С каждым разом периоды ремиссии укорачиваются, а обострение становится все более длительным. Кате мучают голоса, навязчивые мысли о том, что она заразит своего ребенка. Что она непременно должна умереть, чтобы не причинять зло сыну. Сын Андрей из-за этого очень мало общался с матерью. Она то лежала в больнице, а в период нахождения дома старалась не контактировать, чтобы не передать болезнь мальчику. Но все равно мать запомнилась Андрея очень нежной и ласковой. А отец был строг, иногда даже груб. Андрей слышал из соседней комнаты перепалки родителей. Он понимал, что что-то не так, но в полной мере осознать все происходящее в тот момент не мог. Основная задача воспитания легла на домработницу Наташу. Наталья проводила с ребенком большую часть времени. И дошло до того, что Евгений Иванович стал звать Андрея Наташкиным сыном, так как мальчик принял повадки и интонации домработницы. От Екатерины отворачивали знакомые. Остались только самые близкие и добрые друзья. На эпизоды приглашали из жалости. И все же в обход воли Пырьева и вопреки болезни Константин Наумович Воинов утвердил Савинова в своем фильме «Женитьба Бальзаминова», где актриса сыграла довольно-таки заметную и колоритную роль кухарки Матрены. Удивительно способности Екатерины, даже несмотря на ее болезненное состояние, перевоплощаться, чувствовать своего героя. Здоровье Савиной ухудшалось. Этому способствовало увлечение ее мужа, другими женщинами и страхи за сына. Незадолго до смерти Екатерины Ташков серьезно влюбился в актрису Валентину Шарыкину. Валентина тоже питала симпатию к режиссеру, но отдать ей должное она поступила по совести. Разорвала отношения, когда узнала, что Ташков женат. В скором времени у Валентины завязались новые отношения, но Евгений Иванович был неотступен и умолял свою бывшую любовницу не выходить замуж за нового ухажера, но та его не послушала. Их отношения прекратились на два года до смерти жены. Тем временем у Кати нарастало чувство одиночества, ненужности и вины. Ей казалось, что она занимает не свое место. Она мешает мужу и родным, понимала, что в кино перспективы никакой, да и в жизни в целом. Актриса решила тайком ехать к сестре в Новосибирск. Она, можно сказать, сбежала. За Савиной приглядывала Наташа, домработница. И Катю, учив минуту, когда Наташа отвлечется, сбежала. У сестры она прижила месяц, ходила в храм, молилась, даже пела на клиросе. И дело шло к Пасхе. В Страстную субботу сварила яйца, покрасила, убралась. К сестре сказала, что чувствует себя хорошо, и чтоб та не переживала, а шла на работу. А она тем временем пойдет в церковь. В 14 часов Екатерина надела все новое и написала предсмертную записку своему сыну и близки. «Простите меня. Особенно Андрей. Милый мой мальчик, если бы ты знал, что ждет меня в будущем, ты бы простил меня. Не переживайте, не надо плакать». И затем отправилась на железнодорожную станцию. Екатерина привлекла внимание стрелочницы. На ней была белая шубка, которая выделяла ее. Женщина недоумевала, что делает пассажирка на платформе, ведь пригородный поезд ушел, а сейчас в 14.30 пройдет товарняк. Стрелочница пропустила тот момент, когда Катя спрыгнула с платформы и на перерез побежала на противоположный путь. И прямо перед поездом легла на рельсы. Все произошло на ее глазах. Узнав о трагедии, приехал Ташков. В Новосибирске так и похоронили Савинову. Мальчику о гибели матери сказали не сразу. Евгений Иванович после приезда в Москву через некоторое время отправил телеграмму своей возлюбленной Валентине Шарыкиной. Они воссоединились, стали жить вместе. Сестра вскоре уехала на Украину. Могила Екатерины Савиновой долго оставалась в запустении и забвении. До тех пор, пока в 2006 году администрация кладбища не решила разровнять старую часть. И они связались с городскими властями и русско-православной церковью, чтобы перезахоронить актрису в центральную часть и поставить ей новый памятник. На перезахоронение позвали и близких. Интересным фактом стало то, что при эксгумации и гроб и тело оказались нетленными. Чудо это или физическое явление, хотя одно другого не подменяет, это уже не так важно. Вот так закончилась история нашей сегодняшней героини. Сложно сказать, можно ли что-то было поменять или чем-то помочь. Когда родной человек болен душевными расстройствами, у близких часто случается выгорание, заканчиваются и физические, и психические силы. И все-таки Ташков смог показать этот талантище, увековечить его в своем фильме. Дорогие друзья, напишите, нравится ли вам Екатерина Савинова и что вы думаете о сегодняшнем выпуске. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, нажимайте обязательно на колокольчик, иначе вы не получите уведомления о новом выпуске. И ставьте лайки, пожалуйста. Всего хорошего, друзья. Доброй вам недели.